всем привет из северного степного крыма сегодня 5 у нас уже июля 2020 четвертого года час обед пользуемся тем что у нас тучи 32 градусов тени вчера бы я что не залез потому что вчера боссов за 40 сегодня пользуюсь прохладным днем хочу разобрать семейку посмотреть что там вообще по меду как-то была рекордсменка прошлого года в этом году короче рекордов ожидать не стоит вот очень сухой в крыму во всяком случае северном крыму очень засушливый сезон очень сухой просто жесть последний на такой сухой был 2020 до 20 2020 года последний был такой сухой раз четыре года засухи повторяется короче с этой семьи мы отобрали за три корпуса 30 килограмм примерно медом уже отобрали посмотреть сразу по печатке вообще если там куда лить и вообще хочу посмотреть внизу что там матки добраться к этой семье так это еще короче ранее метод корпуса дальше уже пойдут это уже пойдет разнотраве сейчас посмотрим что там про разнотраве как отработали это еще более ранее там вообще по цвету его видно он такой такой красиво таким оттенком короче отличается он и по запаху и по вкусу понятно и по всему отличается от разнотраве сильно отличается от разнотраве туго печатают это представьте это уже короче июль месяц а это еще получается майско начало июньский мед до сих пор не запечатали очень туго печатают особенно как начал давать ващину под этот пчелам короче вообще жесть просто жесть туго туго печатают пчелы больше переключаются на отстройку овощины и очень очень плохо теперь вообще печатают заразкой заразкая засуха ну короче тут показывать тут же можно будет следующим разом неделю же уже можно будет отбирать качать его держать смысл по проценту опечатки ждать не стоит не имеет смысла потому что это вот крайне вот так вот видите даже не дотянули такие подрубали семьи подпросили понятно 70 больше 70 дней уже товарный взяток идет у нас как какого начался числа читать где-то 20 до апреля в этом году начали товарный мед пчелы таскать и начали магазины где-то так ставить примерно то есть зацвела акация рано получается где-то 70 дней пчелы отработали товарный взяток то есть четвертый магазин семья рекордов рекордсменки всегда есть на пасеке конечно не без этого но каких-то прям рекордов в этом году ждать именно у меня там было 16 магазинов товарного меда семьи нет таких рекордов нету с такими засухами с такими нету и не будет я принципе не ждал никаких рекордов в этом году из леса алиса пришла посмотреть нормалек видите они нижний корпус быстрее запечатали чем верх пчелы реально маловато не хватает на 5 корпуса птички молодые уже должна лупиться хочу посмотреть да смотрите они снизу быстрее запечатали чем сверху зря я на них наговаривал да тут уже разнотраве готово это разнотраве уже тоже короче разнотраве мед но это тоже смотри он по цвету другой немножко так другой короче цветами вкус естественный запах другой все другой другой мед это именно такое разнотраве разнотраве у нас такой более слабо выраженный за запах обычно мелким кристаллом садится такой мелкой зелен он более склонен к садке если ранее меда вот тут что мы сняли магазин это мед именно который весе в тепле держать его он будет лентом до следующего года будет стоять жидким то вот этот уже мед он уже короче будет садится он же имеет свойство садится ведь они больше вот эти магазины печатают а тут не хотят печатать я здесь давал еще в разрез снимал тут надо снимать качать короче там уже эти подойдут просто я еще 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 и весь короче ну тот более ранее не докачал короче еще весь топ опять листаешь есть он такие но не проматываете ли вообще не смотрите мне нравится мне нравится я потом зимой смотрю кайфую когда пролисты как интересно тут печатка разноцветных разноцветов короче опечатка что они так делают непонятно вот такая вот картинка понятно что пчел стало заметно меньше месяц назад тут еще было битком пчел но вы же еще учитываете практически месяц был безрасходный период семьи они почти месяц практически были безрасхода пока матки по облетывались пока начали сеять очень долго очень туго это все происходило поэтому они месяц рассидели безрасходный период у них был выше тоже не забывайте что мало того что медосбор еще и плюс пополнения распада не было этот безрасходный период нужен был чтобы получить иначе надо было бы существенно меньше вообще все что это делаю понимаете это не то что так получилось так случайно это это все по плану делается это все годами уже это именно технология работы у меня такая чтобы иметь эти магазины медом нужно было убрать маток зимовалых нарастить сначала супер пчел краевых потом убрать маток зимовалых облетывает молодых в это время они бак паст именно он без хорошо пока матку меняет работает по меду они работали тут вот разнотравил блин не знаю видно будет на камеру не там другого вообще оттенка и он будет садиться быстрее а мед который он именно будет даже в тепле но я по-любому в тепло его ставлю нам в тепле даже будет садиться короче но в тепле сядет таким мелким мелким кристаллом такой будет на хлебушек мазаться нормально вообще нормальный такой будет некрупно кристаллический там как подсолнух садиться конец поинтереснее будет он конечно будет поинтереснее по вкуснее минуты по полезнее чем подсона хотя подсолнух утверждают что он очень там супер полезный но это утверждает только те у кого никуда девать его вал для не рекламируют ну ладно такое я думаю что медов плохих совсем плохих вообще не бывает если это натуральный мед ну ладно так это я что тут здесь до что ли подымал наверно мед подымал на звезда были подбиты на на блоге за я дергал поэтому тут распады немножко попал зря она не грешила не печатано заметьте как просели пчелы по факту они прям конкретно просили если вы 5 корпусов битком сидела то сейчас уже через 70 дней товарного взятка уже три корпуса пчел по факту но дело в том что у меня уже и не будет такого взятка он уже сейчас будет за так вообще такой болен полкилограммовый там может будет вот такой там ну короче вообще это будет очень слабый слабый еще учитывайте один момент у меня здесь обложили короче в секунду с запада там конкретно обложили там сотни семей стоят двух километров короче от меня сотни семей стоят то минусы короче канала в ю тубе потому что когда тебя смотрят твои коллеги они хотят чтобы ты с ними поделился медом короче если ты его не хочешь отдавать со своей пасеки то они приезжают и пытаются своей пасек его отдать не ну так смешно конечно но это реально я не сучу там реально стоят сотни семей вот сейчас короче приехали бригады там приехали ребята вообще какие-то залетные банда приезжала магазин ну да то есть какие-то не местные в общем приехали ребята каких козырных костюмчиках там дела упакованы какие-то короче где-то видно с его вот туда приехали к насмотрелись на их видео приехали думаю это поедем к мы к обзарюю него метку долбанем час а то все это он в одно рыло бы сапору качает приедем мы сейчас к нему и переполовину взяток ну дай бог дай бог с медом уехать дай бог я только мы-то своими от возьмем я наш гряба у меня технология отточена сейчас маточки будут поджаты сейчас вот они немножко до разнотраве сейчас сейчас как раз я нормально попал перед сапорой сейчас матки просто выходят на пик и эти носкости молодые надо восстановить немножко силы и я жертвую немножко взятком вот этом разнотраве это как на моем прилавке самый дешевый мя тут это не то что он какой-то прям плохой как по мне так это мед обалденно просто почему-то разнотраве вот у нас она блин не ценится именно не ценят пчеловоды короче у нас разнотраве берут сбрасывают на него цену хотя как по мне этот мед должен продаваться блин на уровне акации потому что брать его блин также тяжело как и акацию именно разнотраве я не говорю потом именно настоящий разнотраве наши степной вот это мед настоящий разнотраве степной это не подсолнух многие думают самом деле это не подсолнух это именно разнотраве наши степной да она имеет свойство садится но она совсем это не близко не подсолнух она садится меленьким кристаллическом но это очень полезный вкусный полезный мед да у него не такой ярко выраженный аромат как у акации акации с глядейчей у него не настолько выраженный аромат у нас у нас просто травы вот эти степные они такие все ну блекленькие да вот они там я показывал шандра гармала вот эти всякие там без нотки масс нотки такая вот она короче они не имеют прям такого и душистого аромата так сказать и когда взяток идет с разнотраве у меня не стоит там это супер аромат душистый это такой нежненький приятный такой знаете запах запах идет такой нектара приятного нежного но он не ярко выраженный усопу ручил понесут свой дух анчик вчера ковырялся пару семей уже с ним слышал я уже отвык от него думают болен что за запах идет из улья непонятно не могу понять на полез думать блин странный какой-то запах такой приторный это я давал тут сушку и врачину в разрез хочу посмотреть самое главное куда я добрался вы видите не зря этого правильно это получается они гнездо освобождали все это мне надо я давал именно под под особо это даже ну и взята конечно еще присутствует и присутствует какой-то небольшой вот но он-то и будет у меня будет просто он ослаб из-за очень сильной засухи разнотраве как бы меньше начну видите не зря я давал это я давал в разрез чтобы они гнезда подняли реально они гнездо поднять ну что-то говорю немножко подбили но это вообще этот корпус именно оставился 1 первым первым для чего именно чтобы освободить матки внизу место зараз для расхода ну тут есть пробелы есть пробелы пробелы говорят о том что все увидите что потерпел пробелы пробелы есть пробелы есть куда еще еще один корпус закидывать пока не надо вот это вот это вощина я давал это вот вот это уже пошел принос сапор и реально на это уже запах прям сапор идет вот он он и по цвету смотреть это сапора вот он выглядит так это не просто но немного этот нюх сбитый потому что каждый день мороженки холодная водичка аденоиды воспалились айморит дает это их нюх пропал немножко но я вижу просто по цвету и все равно пробивая да есть запах есть вчера прям вазил да 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 вот это сапора японская это вот такой вот вот так вот они будут мазать как говорится сара срала мазала извиняюсь за выражение вот такой взяток он будет срала мазала ну вот это срала мазала она будет продано долго будет идти поэтому за это время можно пару пару магазинов еще надергать ну на на я потихоньку этот откачаю возможно потом даже подсократятся семьи вот этот же корпус он уже сейчас дольется сапорой короче то что она немножко смешается с разнотравием это абсолютно не страшно она все равно перебьет сапора да это сапора все это но он цвет совсем у нас разнотравием там я корпусах я показывал видно было меняется цвет совсем меда совсем другой да да сапора прямо я чувствую даже скользит сквозь насторг пробивает это сапора все это уже под сапору пойдет магазинчик тоже будет подливаться тут уберется разнотраве отдельно скачается будет продаваться как разнотраве это уже будет заливаться сапора все дальше они час тут еще немножко рисуто гнезда они уже такое мешанка пойдет разнотраве немножко но на себя она не получается идеально чистая сапора но я ее не продаю знаете как по золотым ценам там я ее не продаю по 1000 рублей за литр она будет продаваться за счет того что в нее будет потом минимум 60 70 процентов будет сапоры там про процент будет разнотраве туда по-любому не получается его отделить потому что ведь вот они гнезда освобождали туда уже пошла сапора и дальше еще будет ставить это еще не последний в разрез ставится там будет откачиваться и потом будет ставится еще в разрез магазин по мере подливки будем смотреть то есть как по мере подливки чисто по каждой семье индивидуально ну вот не зря я ставил но тут товарищ заблудился сидит иди туда-то ты не сможешь сходить на облётик разнотраве смешано немножко сапорки у него такой она пойдет кучу нормально она потом просто все вместе будет откачиваться уже в конце лета сапора там немножко разнотраве попадет до любой там процентов 30 разнотраве сапорка его смешает перемешает и будет бомба мед от этого он еще только полезнее станет только полезнее будет от это посмотрим по количеству сколько будет меда сапоры по судя по раз цветению самой сапоры должно быть хотя бы не меньше чем прошлом году потому что сапоры цветет ну более ну сам цвет именно я имею ввиду количество цвета на деревьях блин вообще такого никогда не видел честно своей практике я сколько наблюдаю и не видел чтобы настолько прям были они усыпаны вот как акация была в этом году да просто жесть а белая так и сапоры в этом году просто жесть вот в городе сыпется в городе засветают и сразу сыпется у бетон там она все время сыпется городе взять сапору очень тяжко я уверен можно тоже что-то взять поджать маток сократить можно что-то при желании взять кстати он же вес имеет короче поняли да вот это уходит еще вот с этой семье еще этот магазин это короче уходит это еще майский мед а вот это уже разнотраве два корпуса это качается чисто разнотраве а вот это уже пойдет это уже на сапору пойдет все и там еще в разрез будет ставится там уже прям совсем будет более чистая сапора таким образом получится короче в общей массе будет процентов 60-70 будет сапоры меда и немножко разнотраве прям идеально чисто его можно откачать я говорю но у меня никто его не готов покупать по тем ценам которые он стоил поэтому я так делал то есть я уступаю клиентам но с условием что там немножко идет примесь сюда разнотраве то есть тем самым я немножко увеличиваю количество меда добытого и уменьшаю немножко цену для доступную делаю для людей вот таким вот образом находим баланс короче от этого вам хуже не становится это не сказать что разнотраве это плохой мед все раз повторяю он у нас очень недооценен это не из-за меня так это так смотри что тут творится набили перги вот что касается ведь перги перги хватает кто-то спрашивал а пыльцу с подсолнуха носят вот пыльцу то и носят хотя бы пыльцу с него носят и на то спасибо ну реально нектара с него нихера не носит пыльцу какую-то мышку будь гибриды шелкателе гибрид плюс засуха если гибрид и и дождики это может быть что-то он даст она засеяна красиво лупится и все засеян это молодые вот маточки работает он пчелы лупятся внизу видишь целый банду головы одни торчат лупящаяся рамка и сразу засевается вот я дал именно чтоб пчелы отсюда вот они отсюда подгребли мед или была подлита медом на момент когда облеталась молодая марка дал чтобы они подгребали ты же вот освобождали они уже здесь он засеян полностью все сразу матка сесть сейчас надо следить бы по тихой смене не меняли матку самат киховых эти молодые хорошие но могут это вот такая вот но это не от этой семьи матка это я брал короче это на меня была в этом году рекордсменка была вторая после нее рекордсменка и это вот я от нее второй получается собрал есть типа племенная матка у меня сказать который я старался брать маточники именно но рамки с маточником а это вторая именно по рекордному урожаю кстати вот это вот получается семья короче они у меня получилось просто и подогнали поэтому короче рекорды смотрите я рекорды смотрю потому что по разнотраве они все догоняют и даже по майскому они там плюс-минус отработали все а по акации по акации есть у меня семья которая принесла два с половиной корпуса вот кстати она подпросила конкретно но медом лупит лупит поле вчера отбирал не еще на ткачку давал разрез и потому что лупит красотка такая чем есть у меня такая вот линия это его друга олежки покупал когда пчел позапрошлом году вот это там я выделял слушай мне понравилась линия вот она идет тоже маточки вот такие вот видите вот такие вот случаются чем-то похожи на вот эту басрук 4 до сейчас плана это пчелы нее не смотреть это пчелы другой матки но от нее сейчас будут лупиться пчелы молоды но это пчелы другой матки ну и плюс это уже это уже короче это уже не чисто это даже не в один это уже там короче уже там далеко ушло от теста но просто если матки неплохие показывать неплохие результаты они уже адаптировались под мой взяток под мой точек но почему не брать хорошая маточка все работает держит гнездо я хочу посмотреть сколько она рамок держит вообще как по идее короче да до конца лета она должна полностью отбить и держать весь этот корпус если она отобьет его будет весь держать значит осенью будет хорошая семья именно . сеять работа значит маточка же реша просто короче проблема в чем не в матках а именно проблема в том что у меня некоторых семья есть пчелы склонны и подливать гнездо там уже переводничок начинается идет я вот их отбраковал маток этих я убрал а пчелы то еще эти остались они еще работают и пчелы эти имеют особенность подливать маток вот в этой семье такого нет не наблюдается но есть семьи которых например дали матки 3-4 рамки освободили остальное медом залито блин они берут печатают а мне надо освободить я вижу по пчелам что они его не собираются освобождать тогда я забираю выдергиваю этот мед короче и туда вниз даю матки работать но так приходится немножко делать но это не от этой семьи это не касается и вообще зачем я залез я вот хочу вот видите в этой семье как бы сейчас посмотрим подождите для себя может зафиксируют вот еще одна рамка расплод от бруска до бруска вот телевизор прямо от бруска до бруска вот так молодые матки работают мне нравится когда молодые матки им так освобождают хорошо они так отбивают хорошо но не у всех семей дочь собакой воюют не снимаю на трулях вот них меня комментарии забанят видео из-за того что ребенок кто не знал если ребенок попадает кадр короче в нижнем там белье купальники в этом тут был мед кстати ведь они вынесли поэтому получилось вещь сначала матка здесь насела потом они вынесли мед и матка здесь засеял получилось пол рамки на пол рамки вот такой вот интересный красиво да и здесь также короче пол рамки на пол рамки вот вот они это то есть ну вот пчелы выносят освобождать вот это бакпаста плюс то что даже если там было залитой даже уже печатно бакпаст короче более чистый он освобождает наносит мышь не все линии но те же у меня вот есть а есть короче такой уже немножко переводничок и там маткарники что-то попало может ему это я не короче не выносит вот смотрите то есть матка еще не отбила матка получается еще ну вот здесь она сеет уже она отобьет эту рамку короче наблюдаем пока 5 половина типа того да но это нормально с учетом того что они не так давно обретались это нормально в итоге очень в итоге она должна ну как минимум хотя бы танцу июля полностью освободить в общем полностью они должны там кроме например крайней рамки матка должна выйти там 8 рамок на 9 иногда должна вот так вот это должно быть расплода вот ведь эту рамку как бы надо бы поднять наверх немножко матка тут посеяла ну ну блин мне некуда ну да это надо откачивать и как бы опять поднимать такое такое короче ладно они это все все равно выскребут со временем они это выскребут вынесут отсюда она будет рассеиваться и понадобится потребуется еще место больше она потребует от них освободить скажите ребята все хорошо но освобождайте это дело освобождать вот эта рамка допускается крайняя рамка допускается вот таком состоянии в пределах допуска ну так можно и крутануть печатным наружу но здесь еще матка может потом посеять вот так ее могут еще освободить ночью посеять кто-то скажет да кинь ты еще один корпус и не пасть а да нет ребят нет не будет меда сапор кину я еще один корпус минус корпус надо сапора его может вообще всего лишь будет корпус понимать его может всего лишь принесут 10 килограмм ну да сапор и это вроде немного до семьи но круг у меня выйдет 100 килограмм это уже будет какой-то на прилавочек ну для моего небольшого города тем более у нас там получать всем всем официальных только точек официальных 7 точек рынок маленький городочек маленький 28000 у нас только официальных 7 плюс пчеловодов пол пол района пчеловодов реально несколько сотен просто оформленных по пальцам посчитать вот а не оформленных реально блин несколько сотен дофига меда на самом деле довольно таки много производит но какого меда все зависит именно от сортов нам нам нужны именно вот нам для прилавка мы уже годами выработали да вот нам посмотрите кстати погода на дождь стучи крутит смотрите я вот при вас не дымлю вот ничего все пчелы ходят ведь хотя это уже f там хрен знает какой то есть это уже шлить не не бакфас не чистый совсем не чистый уже помесь короче в общем мы все выработали такую тактику у нас есть определенная сорта меда которая нам надо получать вот нам начать получить мед вот мы уже короче взяли мы акации взяли взяли мы майского меда взяли вот мы взяли разнотраве ну взяли по пасечке пройти в каждом улье есть по два корпуса стабильные взяли мы разнотраве и так же самое теперь надо взять сапорки сапорки сколько бог даст только бог даст только возьмем возьмем по два корпуса но шикарно за оставшееся время за два месяца это будет очень вот такого такого будет взял и слабый договор생 такой вело текущий короче такого то они будут потихонечку как я показывал так вот они будут что-то мазать что-то мазать и там а за счетом а за счетом а за счетом а за мазать-мазать мазать мазать и потом по итогу под конец лета намажу basur кры個 раздуют намажут подмажут это всё разберется откачивается сократиться там возможно до трех корпусов сократиться будет смотреть latiniые где еще как бы сидят пчелы там нормально, ну тут в принципе уже до трех может быть. Ну посмотрим, короче, посмотрим по подливочке, по вот этому всему. Параллельно с сапорой цветет какое-нибудь разнотравие, там все по мелочи, все равно будет колючки какие-то будут сейчас свести, такое все будет. Но сапора, в общем, это все дело перебивает. И в итоге все равно получится это, ну это будет сорт меда, сапора японская у нас на прилавке. Это не говорит о том, что там 100%, что там на 100% прям вот это весь, это мед сапора японская, если он будет на 100% весь мед сапора японская, у меня будет 3000 стоит литр, понимаете? Ну реально, потому что его будет там вообще. 5-6 килограмм семьи, короче, его будет за два месяца, если чисто взять, вот чистый бы его как-то там, его физически невозможно, невозможно его физически отобрать чистый. Но если бы даже получилось, или он бы стоил столько, что никто у нас не покупал бы за эти деньги. Поэтому он как бы идет, он идет в смеси с разнотравием, но так как там он перебивает, в общем, вкус, запах, все сапоры перебивает, то это как бы можно считать уже медом сапора японская. Вот так вот, и так вот это именно сорт меда, который вот у нас мы годами продаем, на него есть определенная клиентура, все, но мы не борзеем, цены не загинают, не борзеем, так. Все по-божески. Спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...